Система социализма. Значит, все объявляется в общей собственности. Значит, вот мы хотим выпустить вот ножницы. Вот, хотим выпустить ножницы. Вот, или что угодно. Ну, какой-нибудь такой вот это, тонфу. Знаете, вот, захотим выпустить тонфу. Знаете, вот эта вот херония такая, страшная защита от меча, там, боевой, там, все эти вещи. Интересно, да? Вот, значит, сырье бесплатное. Вот мы руду прокопали, вот руда в виде комка. На богатительную фабрику везем, потому что у нас бедное содержание полезного металла. Вот Россия всякая, говорит, богатая и спокойная. Это самая нищая страна, в которой вообще ничего нет. Только у нас надо тратить половину системы, эти обеспечения, например, вот выход процентного отношения руды, чтобы в печку бросить. Очень много добавок. Дальше мы идем в плавильную систему. Дальше эту плавку мы можем разделить на прокат прут или лист. Вот, и сразу идем в лист, пруток. Пруток во всех видах профиля. Вот, ну, прут идет на фабрику, значит, там идет обработка. Это температурный режим. Стоит дядя Ваше, ду-ду-ду-ду-ду, такой вот, и вытягивает. Это может быть автоматическая линия. Вот мы протянули. Потом берет дядя Ваше по-круткому, собрал вот эту вот ножницу. Здесь идет стрельсарная группа, токарная, пошла вот эта железя. Вот на выходе. Теперь каждое производство, вот, чтобы оно не вносило, каждый получает зарплату по своему разряду. Вот талантливый, например, заточник, вот вроде меня, лучше заточник, Министерство иационной промышленности, например, он может получать даже там 320-340. А инженер рядом, начальник цеха, может быть, где-то 260. А потому что, как я заточу, он при всей своей технике не заточен. Вот степень ручного труда. И вот мы проходим. Все, получая зарплату по штату расписанию, а цену технологии определили с самого начала. Вот самое, ну, вот сколько, знаете, сколько вот это ножницы? Вот сейчас они стоят хер знает сколько. А тогда они стоили рубль 10. Вот. Вот узнаете, сколько сейчас вот эти советские ножницы стоят вот сейчас в магазине. Вот. Ну, ну, ты сейчас, вы такой сталь не купите. Просто вы даже не найдете. Это надо покупать германский какой-нибудь натуральный, а не купить китайское дерьмо. Еще идиот, я не знаю. Ну вот. Теперь смотрите, что происходит. Вот определили цены. А все работают. И получают зарплату. Вот. Вот. Очень полезно такое, если вы поймете. Значит, ду-ду-ду-ду-ду там стоит где-то с перфоратором там в руднике и добывают железную руду. Там гонят вагонетками. Кстати, железная руда нормальная. Где-нибудь, знаете, в Центральной Африке или где-то в Австралии или в Канаде. Бульдозер раздвигает и экскаватор просто руду такую добывает и гонит. Только у нас вот эту руду надо в шахте добываться. Вы знаете, какой-то расход. То есть, гробица амортизации, техник, как угодно. Дядя Вася там шахтер, тогда отбойщик там. Это у него перфоратор, руки ссохнут. Знаете, вот поработать там. Вот отбой на молоточке. Вот это хорошо. Можете выколоть и тысячу огромный. Горняк может зарабатывать там. Больше там министра. Больше Горбачева там раз в двадцать. Так у вас вот это постоянно тряск. Вы годом к пятидесяти вот уже стаканы к руке не поднесете. А жадность заставляет. Вот. И вот. А теперь мы берем что? Раздаем рудник Иванову, обогатительной фабрике Сидору, столеплавильной Рабиновичи. Здесь оливы. И на каждом этапе прохождения обработки, ну, можно холдинг создать. Но холдинг создал только Герман Геринг. Так все принадлежало Герману Герингу в Германии. Вот. Лукашенко. Все принадлежит Лукашенко. И вот на каждом этапе у вас это изделие. Теперь назначает цену. А на выходе вот эту цену должен и этот, ну, портной Рабинович купить. Вот буквально в смысле. Или портной Агенбиген. Вот. Ну, единственный портной русский был в Москве. Александр Рейфулович. Вот. Но это явно какой-то татарин как. Так вот дальше у нас получает цена. Вот. Я пока не говорю о способности, например, в России. Почему один стрелёнок долга? Нет. Покупателя, конечно. Потому что деньги это основа денег. Здесь ничего не растёт. Но. На каждом этапе человек свой порнос кладёт себе. Вот. И они между собой где-то договариваются, где-то нет. Или свободный рынок, когда никто не состыкуется друг с другом. И на конденсат, например, человек может накинуть деньги. Ну, правда, металлургийский комбинат говорит, слушай, Федя, я сейчас вот в Германии, в Чешловакии куплю эту руду. Ты это самое, ну-ка, давай-ка десяточку раз снизи. То есть с головой у тебя всё в порядке. Где ты будешь свой конденсат теперь плавить? В Китае что ли? Пошёл ты нахер. Вот так договор идёт. И вот смотрите, что происходит. Вот весь мир теперь не потому, что общий бюджет распределяет зарплату инженерам, директорам, как угодно. Где идёте в магазин и покупаете систему жизнеобеспечения. Я же вам сказал. Основная власть вас представляет собой власть на пищевые продукты, белковые продукты. Вот высшая ценность вашей жизни, вашей вселенной. Вот когда вы это поймёте на всю жизнь, вы весь мир будете рассматривать по-другому. Сдохну, а я стану живой. Любую программу. И вы начнёте с того, кто собственник вот этой курицы, кто собственник колбасы, кто собственник мяса, кто собственник рыбы и белковые идеальные продукты. В СССР социализм – это народ. Вы были собственником, получая общий доход как бы в условных деньгах для потребления вот этих пищевых продуктов. Теперь вам надо отдать свою биологическую жизнь, часть жизни на барина. Барин вам вздрочит вашу, ну, плату. Вы побежите в магазин, к барину покупать вот эти вещи, которые сделаны на заводах и фабриках, которые вами мы посылаем. Ещё раз, вся земля или нет, все материальные ценности, есть общественные достояния, могут произойти. И сейчас по всем каналам, вот по всем сайтам, когда это будет, по всей сети. А, собак, блядь, партийный комитет, ничего своего, все нищеброды, блядь, все шариковые нахер, с утра до вечера, миллионами. Все просмотры, любой просмотр. Про диктатуру Сталина, там, десятки миллионов, сотни тысяч. Купцов говорит, ребят, Сталин не было, дал власти. Реально страна управлялась Верховным Советом и вышел распределительным органом в СССР, Центральный Исполнительный Комитет. Вот, вот как вести дискуссию, например, с Максом, если, например, вряд ли он знает, и что и вы, конечно, нихуя не знаете. Это образ советской власти, вертикаль власти. А на самом деле, кто управлял? Вот почему он тщательно старается избегать? Ребята, мы исполкомы восстанавливаем. Так вот, власть народа выражалась через Исполнительный Комитет. Ну, что съезд-то бывает раз в четыре года. Депутатов выбрали, а что он делает? Ничего. Депутат Советского Союза работал так же, ну, на этом узоре, когда он был еще не освобожденный, до области. То есть только следствия, инженер, там, врач, как угодно. Вот это все забыли. А Исполнительный Комитет, который обладал властью, вот вам же вот спросите, сейчас видите, запомните, Исполком, Исполнительный Комитет. Вот на местах он может управлять воинской частью, ментурой, как угодно. То есть остановить заседание суда, изменить протокол, вот это, кто исполнит. А вам тщательно-то избегается. Поэтому, мальчик, что он хоть слово сказал из полков, цикл, президент Верховного Совета. Вот оперативная власть. Власть, прежде всего, над ценами, над бюджетом. Президент Путин, Адольфович Гитлер, на копеечку не мог изменить и не имеет права на цену на булочку, потому что священное право собственника. Вот запомните раз навсегда, владеть, распоряжаться пользой. И Маринетти объясняет, коммунизм невозможно построить, если мы сохраним вот это свободное ценообразование и производство не для потребления товара, а для того, чтобы получил деньги Сидоров, где он на Монтоле, на Барине, там могут выпускать хоть манометр на презервативы, это не имеет значения.